С точки зрения астрономии, вот если смотреть орбиты планет, как они проходят через разные знаки, то есть, например, знаки, по которым вообще практически планеты не проходят. Это тот же Овен. То есть он так расположен, что его иногда касается орбита Солнца, Венера бывает заходит, но в целом касание очень слабое, то есть проходит всего лишь через одну звезду этого созвездия. И мы воспринимаем Овна как часть системы. Но дело в том, что Змееносец – это знак зодиака, через который проходят планеты и даже чаще. Получается, что орбиты планет проходят через него более интенсивно, чем через Овна. Но почему-то этот знак не разбирается, не воспринимается как часть системы. Получается, что Змееносец является частью, так скажем, Накшатры Мула, или даже больше сказать, что Мула – часть этого созвездия. А мы знаем, что это самая необычная Накшатра, такая очень магическая. И когда я начал отмечать людей, которые родились именно в градусах Змееносцев, что я заметил в их судьбе? Во-первых, у них очень необычные профессии. У них сначала очень какая-то такая неопределённость, своё восприятие мира. Они очень тянутся к мистике, к эзотерике и к разным другим таким вещам. И у них судьба очень непредсказуема. То есть она может очень сильно поменяться в определённый момент. И когда они проживают периоды, то там просто колоссальные перепады происходят в изменении профессий, переезды в другие страны. То есть это, я бы назвал Змееносец, это такой кардинальный знак. Я более глубоко рассказываю об этом на курсе ведической астрономии. Это нужно обязательно изучать, потому что у нас огромное количество людей, которые родились в знаке Змееносца и даже не подозревают об этом. Мы их называем скорпионами, так как это рядом со скорпионом, или стрельцами. А это на самом деле не так. Если кто-то из вас уже знает, что он Змееносец, напишите в комментарии, как проходит ваша жизнь, как вы проживаете периоды. Это будет очень ценно для нашей статистики. Знание – это сила. Подписывайтесь на Джоти Шамира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова